Приветствую вас. По поводу ревности можно сказать так. Что означает ревность? Информации о себе, кроме определенной такой, ну, навязчивой идеи, да, определенной такой вот модели поведения, вот. Вы не сказали, то есть, ну, сказали только что, вот ревнуете девочку, что ваши убеждения, они, ну, что не такие, вот, что вы, я понял, не ратуете особо-то за верность, да, вот. Но, как бы, ситуация такая, что на чувственном уровне вас прям, можно сказать, колбасы по полной, да, то есть, вы прям вот не можете, прям не знаете, что вам делать с этим, с этой бедой, да, вот, и так далее. То есть, есть проблема ревности? Вот. Давайте мы с вами тогда именно с проблемой ревности и попробуем разобраться. Значит, значит, первое, о чем говорит ревность, это о неком таком феномене, феномене неуверенности в себе, это первое, о чем говорит ревность. То есть, я неуверен в себе, я чего-то боюсь, я чего-то опасаюсь, значит, я в себе, сам, сам в себе, я сомневаюсь, да, то есть, я, например, не уверен, что, допустим, допустим, могу дать, ну, например, девушке то, что она хочет, я не уверен, что я самый, 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 самый для нее, вот, и, соответственно, из-за этого я ревную. То есть, я неуверен в себе. Это вот первый такой, ну, довольно важный момент, важный момент, ну, в этой вот ситуации, да. вот, это у нас первое. Значит, второе. То есть, понятно, да, что если я сомневаюсь в себе, ну, в чем-то, если я сомневаюсь, то нужно, соответственно, понять, в чем именно я сомневаюсь, что именно, в чем именно я не уверен. Вот. И постараться как-то эту ситуацию, значит, разрешить. То есть, тут, конечно, и работа, с психологом, да, пройдет, и тут, конечно, подойдет терапия, тут подойдет анализ ваших отношений, там, например, с родителями и так далее. Ну, ну, вообще, это работа именно над собой, это работа именно на себя. То есть, то, что касается именно именно, 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 именно вас. Вот. Дальше. Идем, идем. Идем дальше. Значит, следующее, это страх одиночества. То есть, я боюсь остаться один. Я боюсь, что я буду один. Я боюсь, что со мной рядом никого не будет. Вообще. Да? Вот. такой страх, в принципе, тоже имеет место быть, и, ну, это тоже может провоцировать вашу ревность. Значит, далее. В некотором роде, в некотором роде, вот, навязчивые, навязчивые мысли, которые у вас есть, да, вот, вот эти вот самые навязчивые мысли, о которых, ну, вот, вы сами написали. Я, правда, я, правда, не знаю, насколько вы написали это особенно, да, то есть, вот, это очень, очень в тему. То есть, вот, у меня нет каковых выгод, я постоянно, там, как бы, переживаю, да, вот, постоянно об этом думаю, ничего не могу с этим поделать. Вот. Значит, навязчивые мысли, это симптом вытесненных желаний. То есть, у вас есть определенные желания, у вас есть определенные потребности, у вас есть некие, значит, ну, какие-то побуждения, вот, скажем так, но вы их запрещаете себе реализовываться. По ряду причин. То есть, это может быть подавление, там, запрет, бывает, 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 бывает запрет, вот, там, ну, запрет на родители, там, запрещают, ситуация, ситуация, ситуации какие-то могут запрещать. То есть, по-разному может происходить эта история, вот, но, тем не менее, тем не менее, да, как бы, ситуация не меняет. Навязчивые мысли, нужно анализировать. Далее, ревность, страх потери. А, страх потери, ну, чего-то. То есть, я боюсь, там, не знаю, потерять, там, близкого человека, да, вот. Когда у вас было такое чувство? Когда оно, у вас, это чувство, появилось, стало, скажем так, реальным? Когда оно удалось себе знать? Впервые. это тоже такой очень важный момент, который нужно разобрать. Потому что, то есть, вы испытываете сейчас родом из первоначальной ситуации, да, родом из первоначальных каких-то проявлений, когда это было закреплено вкладом. То есть, кто-то закрепил, закрепил у вас такую модель поведения. Вот. И вы думаете, что я, что вы ревнуете, а на самом деле, там может быть совсем другая история. То есть, могут быть обиды там на папу, на маму, на кого-то еще. То есть, ну, довольно много, много, довольно, довольно, может быть вариантов в общем этой, этого, ну, этой вот именно проблемы. далее. Далее, ситуация следующая. Значит, ваша ревность может быть связана с тем, что вы имеете. То есть, эта девочка, она для вас имеет, ну, какое-то значение, да, она для вас имеет важность, овощна вам. И вы боитесь, это потерять. То есть, если она, например, уйдет, если она, например, там, скажем, изменит вас, да, то вы для себя, вы, вы чего-то лишитесь. И вот момент в том, чтобы понять, от чего вы лишитесь, чего вы боитесь лишиться, в чем вы нужна, и откуда такая зависимость. А, там, например, девушки, да, и так далее. И зависимость, это же не очень хорошо, да. Я надеюсь, что вы не будете с этим спорить, что зависимость, это не круто. Вот. То есть, соответственно, нужно анализировать вашу определенную сферу. Вот. и понятно, что вы защищаетесь, понятно, что вы пытаетесь себя как-то обезопасить, а то, что, то есть, ну, как-то вот, значит, сохранить некую стабильность внутри вас. И здесь мы подходим к еще одной важной истории. Эта история называется безопасность. Потребность безопасности, если быть более точным. То есть, вы, когда ревнуете, вы не чувствуете, что вы в безопасности, вы не чувствуете, значит, ну, что все хорошо, что у вас под контролем. Вот. А контроль, он вам нужен. ну, естественно. Как же без контроля, да? Вот. Ну, потому что вы ревнуете, раз вы ревнуете, значит, контроль, контроль вам необходим. Вот. Понятно, что, значит, ну, понятно, что вы так законтролированы. Вот. Соответственно, надо вам постараться понять, от чего вы себя защищаете. Сначала вообще нужно увидеть, что вы себя защищаете, что вы пытаетесь себя защитить таким образом. Вы вот как бы контролируя, да, девушку там и так далее, вы пытаетесь себя защищать таким образом. вы пытаетесь обезопасить себя. Вы пытаетесь как-то сделать так, чтобы вам было спокойно, чтобы вам было комфортно. Вот. но при этом, при том, что вы пытаетесь, чтобы вам было комфортно, вы совершенно точно в общем-то действуете в ущерб там, человеку. А, то есть, вы нарушаете его безопасность. Можно подумать, как прийти к безопасности вам самостоятельно, не прибегая к контролю, к контролю других людей. Понимаете, какая штука? это вот, значит, ну, это точно необходимо. И для контроля необходимо правило. Ваши личные, собственные правила, которым бы вы там следовали для того, чтобы, значит, ну, для того, чтобы чувствовать себя безопасность. Вот. То есть, грубо говоря, не других людей привлекать для этого, а именно, вот, как бы, именно самостоятельно обеспечить себя безопасностью. вот именно так, именно так, именно это. И можно, именно так, можно охарактеризовать безопасность. Вот. Ага. Ну, то, что с вами происходит, то есть, ваше время. Если интересно, то можем поработать. А это тема. Ох. над самооценкой, над уверенностью в себе, над безопасностью своей и прочее, прочее, прочее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, ателя .